Здравствуйте! В эфире снова программа «Точка зрения» и я, ее ведущий Дмитрий Аграновский. Сегодня тема нашей программы «Почему мы выиграли Великую Отечественную войну?». В нашей студии наши гости и эксперты. Юрий Васильевич Емельянов, кандидат в исторических наук. Арсен Беникович Мартиросян, бывший сотрудник внешней разведки СССР, полковник, писатель-публицист. Ольга Германовна Жукова, историк-культуролог и писатель. И Игорь Николаевич Шумейко, историк и публицист. Давайте, может быть, начнем с вопроса, который является темой передачи. Вообще, лет 20 назад этот вопрос был бы очень странный, потому что совершенно очевидно, почему мы победили. Но сейчас это стало предметом дискуссии. Почему мы победили в Великой Отечественной войне? Мы должны были победить в этой войне, потому что уже сразу после окончания гражданской войны был поставлен вопрос о преобразовании страны, способной выстоять нападение врага. В 1931 году Сталин объяснял цель пятилетки. Мы отстали от передовых стран на 50-100 лет. Мы должны пробежать это расстояние за 10 лет, иначе нас сомнут. Это было сказано 4 февраля 1931 года, через 10 лет был 4 февраля 1941 года. Отставание было катастрофическое. Гражданская война разорила страну, можно сказать, дотла. И долго восстановление... А тем временем другие страны быстро двигались вперед. И вот 1927 год на съезде партии выступает Ворошилов. Он говорит, у нас танков меньше, чем у Польши. У нас... Мы совсем не производим алюминия. У нас нет целого ряда... У нас... Мы не производим тракторов. Кто будет вывозить артиллерию? Валы, техника на оборонных предприятиях времен Ивана Калиты. Берет, говорит, оторопь, когда приходишь на эти заводы. И вот прошло 10 лет. 10 лет, и генерал Гейнс Гудериан встречается с танком Т-34. Он вызывает... Он уже оценил достоинство этого танка. И вот он вызывает инженеров из Германии. Сделайте такой же танк. Мы не можем, говорят инженеры, потому что мы не можем сделать алюминиевый мотор этого танка. Мы не можем сделать такую легированную сталь. В 1927 году и в 1931 году такой стали не было. Вот это все появилось за годы сталинских пятилеток, в течение которых был совершен колоссальный скачок вперед. Против нас двигалась огромная масса вооруженных сил. И Германия поддержана европейскими странами. И поэтому, конечно, это испытание было тяжелейшее. Арсен Веникович. То, что должна была быть война, то, что на нас нападут, Сталин знал давным-давно. Абсолютно точно он знал это с конца октября 1925 года, когда были подписаны так называемые Лакармские соглашения. Это прототип будущих мюнхенских соглашений. И с того времени он окончательно утвердился в необходимости мысли о том, что надо в стране развивать экономику в срочном порядке. Поэтому отсюда и тезис о строительстве социализма в одной отдельно взятой стране. Плюс, значит, под это дело, так сказать, он подвернул еще и Коминтерн. Подмяв под себя, как сейчас принято говорить, Коминтерн, на самом деле он подминал его не под себя, а под СССР, чтобы Коминтерн работал на СССР. И вот этими объединенными силами он и поднимал, так сказать, экономику. Ну, в дополнение к тому, что сказал уважаемый Юрий Васильевич, я бы хотел произнести несколько цифр. В первой пятилетке у нас в строй входило предприятие каждые 29 часов. Темп. Обратите внимание на темп. Каждые 29 часов одно предприятие. Во второй пятилетке каждые 10 часов. Три раза темп увеличивается. Каждые 10 часов в строй входило новое предприятие. Да, новое предприятие. В третьей незаконченной предвоенной пятилетке каждые 7 часов. Каждые 7 часов. Это фантастика. Таких темпов экономического развития вообще никто не имел никогда и до сих пор. Никакие эти азиатские тигры там и японские чудо, они ни в какое сравнение не идут с тем, чего достиг Сталин. И благодаря той экономической политике, которую проводил. Вместе, конечно, с советским народом. Перевооружение армии происходило невероятно бурными темпами. Но, к сожалению, на определенном этапе произошел застой. Переоценили свои технические успехи на фоне гражданской войны в Испании. В результате чего кое-что у нас замедлилось. Основные типы вооружений, которыми мы выиграли войну, они появились уже в 39-й, 40-й, 41-й. Это касалось и танков, и, так сказать, и «Катюши» знаменитой, и самолетов, и так далее. Но, конечно же, главное – это человек. В войне побеждает прежде всего человек. Воля. А воля у советского народа, у русского народа, прежде всего, как государствообразующего народа, была невероятно высока. И когда, так сказать, произошло нападение, когда граждане узнали о том, что фашистская Германия напала, все уже чувствовали, что это будет уже. Тем не менее, произошел такой взрыв патриотизма, который можно сравнить, так сказать, со взрывом всех атомных бомб. Триединый такой взрыв патриотизма. Триединого патриотизма. Русского, российского, советского патриотизма. Все это, когда слилось, так сказать, с несгибаемой волей Сталина, все, немцам пришел каюк, как говорят по-русски. Оно и так и случилось. К сожалению, правда, это не так быстро произошло, как нам хотелось бы. Вот. В немалой степени этому повредили целый ряд обстоятельств, одно из которых я прямо сейчас назову. Это политика западных стран, которые очень долго не открывали второй фронт. Открыли только тогда, когда уже было ясно, что Советский Союз самостоятельно разгромит фашистскую Германию. Для сведения, Черчилль гарантировал не открытие фронта второго до 44-го года. Гарантировал Гитлеру. И у него хватило ума проболтаться об этом нашему послу 4 сентября 41-го года. Вот. Ну, 1418 дней прошли. Победа была законно нашей. Хотя ее, к сожалению, пытались потом украсть у нас. Ольга Германовна, ну, давайте, наверное, знаете, о чем поговорим? О той уникальной общности, которую мы называли советский народ. В чем секрет победы? Вы знаете, я согласна с коллегами, наверное, истоки победы надо искать в предвоенном периоде, когда очень многое было сделано властью, с одной стороны, для того, чтобы действительно народ как бы спаять в единое целое, придать ему какое-то вообще космическое ускорение какое-то вот такое в развитии в своем. И, с другой стороны, народ был настолько сам увлечен этой идеей своего преобразования, что люди необыкновенно тянулись к этому и подсказывали даже власти, что еще им хотелось бы изменить. Вот когда работаешь в архивах, с удивлением видишь, сколько было много писем с мест в органы власти, в партийные, в советские, где люди просили что-то открыть, там, кинотеатр, театр, баню. То есть вот социокультурное развитие шло как бы с двух сторон. С одной стороны, решениями правительства вниз, а с другой стороны, огромные инициативы из масс снизу, которые подсказывали, что бы еще хотелось иметь в каждом городе, в каждом селе. И ведь открывались и музыкальные школы в маленьких поселках, а стадионы, спортзалы, школы, не говорю там, да, уже институты. То есть действительно страна была на культурном подъеме. И вот то, что вначале называлось культурной революцией, уже перед самой войной стало называться культурным фронтом. Даже такой журнал выходил, который назывался Культурный фронт. То есть все прекрасно понимали, что идеологическая война, она началась, может быть, даже раньше вот этой вот развязанной, горячей. То есть вот уже это все было. И люди были к этому готовы и правильно это все воспринимали. Вот сегодня много говорят о том, что есть некое противоречие между советским и русским. Вот советский патриотизм, якобы он такой интернациональный, вне нации такой, да, какой-то космополитичный. И вот русский, который... На самом деле, я думаю, что на тот период не было такого противоречия острого, потому что русская очень осовечивалась, а советская обрусевала, можно так сказать. Потому что, допустим, во время войны были еще те самые былинники речистые, бабушки из русской глубинки, которые уже писали сказы свои не о сказочных богатырях, а о победах Красной Армии, о Сталине. То есть это очень интересно, как бы вот смотришь действительно, слог вот старинный, все, но совершенно на другую тему. С другой стороны, советские композиторы и поэты писали песни, очень близкие к народным напевам и плавным каким-то печальным. И наоборот, веселым, частушечным, плесовым. То есть вот мы вспомним классическую фразу «Может, крылья сложишь, постереть степи?» Это же понятно совершенно, что это вот эпичность этой фразы, пришедшей откуда-то вот оттуда из былин. То есть если у бойца крылья, то он кто? Он сокол или он ангел? Или это действительно святое воинство наше? Вот как многое в этом во всем было, как бы, действительно заключено. Знать не можешь долги свои, может, крылья сложишь посреди степи? То есть я думаю, что действительно, безусловно, советский народ был готов морально к отражению агрессии. Он понимал, за что он будет бороться. Он будет бороться за эту свою прекрасную жизнь, которую он успел вот вообще прочувствовать в 30-е годы. Игорь Николаевич, не кажется ли вам, что оптимизм и жизнелюбие, кроме всего прочего, помогли советскому народу выиграть самую страшную войну, самую трагическую войну? Я тут добавлю главный фактор победы в оценке маршала Жукова последних его лет жизни в совершенно такой частной беседе, но при четырех свидетелях. И надо было ответить одним словом, а в чем причина победы? И Жуков подумал, несколько минут взял паузу, ну и сказал, потому что у нас был прекрасный молодой солдат. Это как бы интегральная оценка и национальной политики, и что на выходе. Причем тут даже есть роль самокритичности. Взять, как бы, оцениваются, бывают военными изолированы. У кого лучший сержантский состав, офицерский, генералитет. Вот по мнению маршала Жукова, не генералитет, не офицерство, а молодой солдат, комсомолец, 20- и 25-летний. Вот такая вот оценка. Почему победили? К тому вот пункту, когда якобы победа была под вопросом. Вот эти вот кошмарные ошибки Сталина. А были ли они вообще? 41-й год. Вот сейчас как раз я вот слушал, подумал, вот интересно. Получается так. Вот почему Сталин там прозевал? Или иногда вот мне вот приходится как преподавателю видеть такие формулировки, что Сталин доверился Гитлеру. Ну, вроде как, доверие – это такой термин, ну, по сути, как бы, обвиняющий. В чем вот получается, я вот сейчас вот задумался, парадокс. Сталин был в своей ошибке, безусловной ошибке, неожиданности 22 июня 41-го года. В чем он был прав? Ну, вот буквально как шахматист. Вот он смотрит за себя, потом разворачивает доску и смотрит. И по всему, по наличию в тылу Англии, все-таки там уже не Чимберлена Черчилль, по отсутствию зимнего мудирования, зимней смазки оружейной и моторной танковой, по всем этим фактам Сталин считал, что Гитлер не может напасть летом 41-го года. И вот парадоксальность в том, что здесь он был прав. Он как бы просчитывает ту комбинацию, которая в итоге Гитлера привела к дегустации яда в канцелярии, в подвале. А у нас выделяют вот только этот момент изолированного успеха и говорят, вот феноменальный там безумный бриллиант Гитлер почти все победил по преступным ошибкам Сталина. Ну, просто такая комбинация, вот знаете, как Ферзем, он взял ладью и все вот только говорят, вот ладью взял, это позор, там преступная ошибка и так далее. Но шахматисты, он просчитывает разумные ходы. И если он тот просчитал и видел вот эту вот, допустим, канцелярию с этим ядом, финал, что нельзя воевать на два фронта без зимнего мундирования с Советским Союзом, поэтому он считал, что невозможно нападение. Я помню, когда Сталин узнал о том, что Гитлер покончил с собой, он сказал, доигрался, подлец. Когда первые эшелоны с нашими соотечественниками пришли в Германию, в плен, которых угоняли для работ, то эсэсовцы обратили внимание на одно обстоятельство. Это даже, так сказать, потом было описано в специальном докладе для Гиммлера, что все девушки, все молодые люди здоровы, крепкие, что у них зубы у всех нормальные, что они физически выносливые, что они прекрасно владеют своей профессией и способны работать на таких станках, на которых даже опытные немецкие рабочие отказывались работать, что они находят выход из любого положения, что девушки, так сказать, нравственные, подавляющее большинство девственные, так сказать, даже такие вещи обращали внимание. Это оказалось зафиксировано в специальном докладе для Гиммлера. То есть советская власть за короткий срок создала действительно, так сказать, такой слой молодежи, причем прирост населения колоссальный был, колоссальный прирост. Сталин принял страну, когда было 134 миллиона после смерти Ленина, а в войну мы вступили, по официальным данным, 198,4 миллиона человек. Вот и считайте. Из них 13 миллионов, конечно, можно за счет Западной Украины и Прибалтики вычленить, но все равно в любом случае прирост очень большой. Сейчас такого прироста нет. Теперь, что касается того, как мы начали войну, я бы хотел сразу уточнить, как бывший сотрудник разведки, мы знали о том, что война начнется, знали абсолютно точно. Абсолютно точно. Значит, первый сигнал о том, что на нас нападут в 40-41 году, мы получили уже в январе, в январе 37-го года. Первый сигнал, подчеркиваю. Что касается непосредственно того, что Гитлер на нас нападет, значит, первый сигнал прошел 19 июня 39-го года. 5 июня 40-го года мы уже точно знали, что военное планирование Гитлера перекатывается на Восточный Азимут. Уже тогда знали. Что касается даты нападения, тоже знали. Значит, в промежутке, прошу обратить на это внимание, в промежутке с 10-го по 21-го июня мы абсолютно точно, либо относительно точно дали советскому руководству данные о том, что нападение произойдет 22-го июня. Советская разведка 47 раз назвала эту дату. Вот в этот промежуток. До этого там много дезинформационных шум. Вот очень, значит, должен сказать, что 18 июня в связи с тем, с поступлением таких данных, после особо тщательной дополнительной проверки с помощью воздушной разведки в полосе западного округа, значит, Сталин окончательно убедился, что идет выдвижение войск, была дана команда вывести приграничные дивизии на оборонительные участки, привести их в боевую готовность. Увы, генералы, мягко выражаясь, известное место не подняли. И, к сожалению, в момент нападения у нас на границе было не 77 дивизий, как предполагалось, а всего лишь 38. И то большая часть из них находилась в движении. Когда бой принимают с марша, естественно, наголову разбивают. Юрий Васильевич, я хочу поддержать вот этот тезис, ну и то, что до этого было сказано, о роли человеческий фактор. Штеменко в своих воспоминаниях писал, когда на приеме как-то у Сталина в 49-м году, Сталин его спросил, а каковы причины победы? И Штеменко подумал и пересказал Сталину его же собственную речь сталинскую от 9 февраля 46-го года. Первое победил советский общественный строй, победил советский государственный строй, победила Красная Армия. Он все это добросовестно повторил, Сталин выслушал и говорит, это все хорошо, но это не точно, не точно. Тут к этому надо добавить. И он стал перечислять военных руководителей советских, он стал перечислять руководителей советской оборонной промышленности, он стал говорить о партизанах, о руководителе партизанских отрядах, об ученых советских. Но самое главное, он сказал, роль человека. Вот какой бы другой народ выдержал вот такое испытание. Вот это народ, который выдержал эти тяготы войны, это был единственный народ, который мог выстоять в это время. Так что, конечно, это был решающий фактор в обеспечении победы. Я хотел бы вас спросить об совершенно уникальной структуре управления, которая позволяла перемещать за Урал или в европейскую часть заводы, и через месяц они уже давали продукцию, которая позволяла перемещать огромные массы военных. Совершенно уникальное руководство. Вот какие особенности? Во-первых, было перемещено, по-моему, более десятка миллионов человек. Двенадцать с лишним. Да. Целое предприятие. Фактически, мы лишили гитлеровскую Германию значительного часа, ведь, как получилось, 70% всего оборонного производства было сосредоточено в Москве, Ленинграде и Киеве. И захват Киева уже был большим уроном для нашей оборонной промышленности. демонтаж гидроэлектростанций, разрушение шахт и вывоз оборудования. Тыл – быстрая организация производства. У меня в это время отец был полномоченным по танковому производству от Государственного комитета обороны. И вот он прибыл на завод, который только-только привезли, можно сказать, в чистое поле. Он говорит рабочим, говорит, надо, говорит, смонтировать танки. У него было задание обеспечить перевыполнение плана по производству танков. А там конь не валялся. И обычно полгода требовалось для того, чтобы смонтировать вот это производство. Говорит, сколько вам нужно времени? Ладно, говорит, начальник, иди, говорит, мы сами обсудим. Потом его вызывают, говорит, мы тут посовещались. Если принесете топчаны сюда в цех, и мы будем спать, работать, будем, пока вот руки инструмент держат. И чтобы еду приносили прямо сюда. Ну, говорит, за 19 дней сделаем. Сделали за 14. Что это вообще за структура такая Государственный комитет обороны? Там это действительно уникальная структура была. Она была создана не по отраслям, а по ветвям власти. Туда вошли, значит... Как сейчас говорят, интегрированные. Да, интегрированные. Туда вошли в первый состав Сталин, председатель Совета Министров, да, и одновременно олицетворение партийной власти. То есть Совнаркома, да. Совнарком, я уже по-современному. Да. Значит, туда вошел Молотов, министр иностранных дел, по-современному тогда нарком иностранных дел. Туда вошел Лаврентий Павлович Берия, нарком внутренних дел. Туда вошел Маленков, как представитель партийного аппарата и, так сказать, руководитель кадровой работы. Организационно-кадровой работы. Вот он так собрал в один кулак, и, значит, практически вот эта пятерочка, она-то и выдержала первый натиск. Первые самые два тяжелых года, полтора года точнее. Половину 41-й и 42-й. Именно это... Ворошилов. Да, Ворошилов. Ворошилов, да. Ворошилов еще. Вот. Именно они вот выдержали этот натиск и обеспечили перелом в войне, который начался с 19 ноября 42-го года под Сталинградом. Ольга, вот вы знаете, я в свое время со своим дедушкой и с другими фронтовиками из нашей семьи разговаривал много и детально их допрашивал. Никто из них никогда, хотя все прошли всю войну, не видели вот этих пресловутых штрафбатов, пресловутых заградотрядов, о которых сейчас, ну, послушать нашу пропаганду, получается, практически они выиграли войну. А насколько вообще велик был элемент принуждения в нашей победе? Очень важный вопрос. Тогда, если позволите, тоже немножко отступление в области личной семейной истории. У меня дедушка очень известный был летчик, партизанский. Он летал к партизанам, Жуков Николай Иванович, это 105-й гвардейский авиаполк ГВФ. За его голову немцы давали 50 тысяч марок, обещали листовками, разбрашиваясь на белорусской оккупированной территории, 50 тысяч марок по месте с наделом земли и крестьянами, обещали за голову моего дедушки. Естественно, никакой заградоотрядовец не летал вместе с ним 8 раз через линию фронта за линию зимнюю ночь. Как-то осадист, как сейчас говорят. Да, или осадист, который бы там его контролировал, что он делает. Хотя был один совершенно ужасный случай, когда, поскольку он летел, естественно, не зажигал освещение, и буквально, вот как он рассказывал, мне, говорит, лечу и вижу, вот ветка железная дорога, на нее можно как ориентир использовать. Вот озеро в форме бычьего пузыря, вот лес, лесной массив в форме подковы. Вот это были единственные его ориентиры, да, чтобы выйти к нашим партизанам. И был случай, когда он сел на немецкий аэродром. И уже когда сел, немцы такие же сигнальные огни подавали, как у партизан, специально такие ловушки устраивали. И он, когда, говорит, я, говорит, уже подкатываю, и вдруг вижу в фарах, включенных уже своих, немецкие свастики на самолетах. И он каким-то чудом выскочил в какую-то секунду из самолета, за хвост его повернул, потом пробовал много раз уже в обычной обстановке, у него этого не получалось. А он развернул его за хвост один, вскочил обратно и взлетел. И он говорит, и я услышал, во-первых, что мне вслед понеслась автоматная очередь, то есть они очухались, немцы, что я взлетела и говорит, Оля, у меня было ощущение, что по мне катится пот вот такими каплями. Вот прекрасно, помню, как он показал, говорит, вот, просто вся спина была мокрая. И он имел неосторожность, прилетев, рассказать об этом в полку, что вот был такой случай. И некий нашелся товарищ, который написал особисту, что вот Жуков-то, наверное, не случайно сел на аэродром, наверное, его там завербовали, и он теперь обратно вернулся. Но, слава богу, у дедушки был умный особист и правильный особист, таких тоже было довольно-таки много, который ему показал вот это вот заявление, прикрыв рукой, кто написал. И говорит, Николай Иванович, естественно, хода не даю, но ты просто поменьше об этом говори. И все. То есть, на самом деле, конечно, не надо считать, что там были одни звери, которые сидят и не понимали ситуацию. А с другой стороны, вот идеология, да, как ее воспринимали. Сегодня нам рассказывают, что люди ее не воспринимали, она была назойлива, она была неприятна людям, да. Вот я читаю архивные документы. Комиссия комитета партийного контроля приезжает на Ивановские ткацкие фабрики в 43-й год проверять, как у них налажена агитация, пропаганда, да. И девочки, работницы, которые только что были мобилизованы из деревни на эти ткацкие предприятия, мы об этом вот как бы тоже редко говорим, что действительно, вот мобилизовали деревенских девчонок-колхозниц, они поехали работать в Иваново на ткацкую фабрику. Вот это был их фронт, вот так вот. И они говорят, как спрашивают их, да, эти контролеры КПК, как вам здесь работает, что у вас, какое культурное обслуживание, бытовое. Ну, они рассказывают, что там, чего им не хватает в общежитии, там, тумбочек, там, скатертей, там, чего там у них нету. Вот, и кроме того, говорят, вы знаете, вот у нас совершенно, нам не устраивают читки газет, а мы не успеваем слушать радио, потому что мы по 12 часов работаем, мы не в курсе того, что происходит на фронте, нам этой информации не хватает, как бы сейчас мы уже, ну, современным языком, конечно, они проще говорят об этом. Мы просим и требуем, чтобы к нам приходили агитаторы, чтобы нам рассказали, что происходит. Одновременно другая дама с того же предприятия, которая сама назначена агитатором, говорит, да я работаю по 12 часов в сутки, и вы хотите меня заставить еще какие-то слушать политинформации. То есть я думаю, что так же, как и сегодня наше общество разделено, да, на людей политически активных, грамотных, которому все интересно, что происходит в их стране, и вот на это болото, которому никогда не интересно ничего. Но я думаю, что на них не надо ориентироваться просто в нашей жизни, потому что жизнь настолько многообразная, и столько важного в ней происходит, что ну как быть не в курсе этого всего. И уж не говоря про войну, когда от положения на фронте эти девочки понимали, что зависит возвращение их отцов и любимых с фронта, да, что будет с ними в дальнейшем. То есть вот чуть дальше своего носа глядеть. Они умели. Все для фронта, все для победы. Ну, кстати говоря, вот про этот девиз я тоже очень много как бы размышляла. Я думаю, что безусловно он был правильный. Этот девиз, все для фронта, для победы. Но изучая социокультурную жизнь во время войны, я прихожу к выводу, что, возможно, его можно было бы откорректировать. Сегодня, да, ну так провокационная такая мысль, пускаю, не все для фронта, но все для победы. Потому что если мы вспомним о том, что во время войны, допустим, выходили журналы мод, ну какое это имеет отношение к фронту? Казалось бы, никакого. Но это имеет отношение к победе? Безусловно. Так смешные комедии. Очень много смешных комедий, совершенно не военных, было снято именно в те годы. Да, но это было людям очень нужно. Игорь Николаевич, ну вот я о чем хотел бы спросить? Немножко о такой грустной, даже, может быть, и противной теме. Давайте поговорим чуть-чуть о литературной власовщине. И последние 20 лет постоянно очерняют нашу победу, отнимают у нас ее. Прости, Господи, Александр Солженицын, не могу спокойно произносить это имя, например, даже такой термин ввел, бездарно выиграна война. Объясняли, что мы закидали трупами, там и все прочее. Вот даже я не хочу обсуждать весь этот бред, но тем не менее, кто и зачем хочет отнять у нас нашу победу? Чтобы копнуть природу фальсификации, нужно чуть-чуть так же, вот как и природу нашей победы, отступить назад и задаться вопросом, вот почему мы вообще вот здесь сейчас собрались и должны кого-то убеждать, что была победа. Кто на нее, собственно, покушается? Те, кто дал совершенно ложную картину истории 20 века, и война, хорошая лакмусовая бумажка, дает несколько таких моментов истины, например, о нашем враге Гитлере. Настоящую власть Гитлеру, а не такой вот одной четвертой за год перчаткой дал, Мюнхен, 38-й год. Факты совершенно убийственные. И власть, и танки, все он получил только в 38-м году. Сговор, да? Да, Мюнхенский сговор. Прекрасные есть доказуемые вещи. Вот 12 марта он хотел в аншлюсированной Австрии провести парад, мчался туда по шоссе, и припадок у него был истерический, Черчилль зафиксировал, все его танки стоят на обочине, их пришлось на парад вести по железной дороге. Ну, немцы, фричи там, извиняюсь, других нет. Это такие танки на 38-й год у Гитлера, потому что там были ограничения, Версальские, там, вот. Власть аналогично, какая у него была слабая. В 38-м году зафиксировано, ГЕС пишет, в Берлине перестали отдавать Хайль летом 38-го года. Почему? Ну, Жак Бержье об этом же говорит. Ну, потому что считали, что вот недавно штурмовиков вышвырнули, сегодня армия поможет вышвырнуть Гитлера. Почему? Да потому что он совсем там потерял ориентиры, пытается лезть на совершенно неприступную Чехословакию, у которой танки гораздо лучше, по всему миру продаются, первое место. Считали просто поконченной. И вот задача посмотреть, действительно, на 33-й год глазами 33-го, а на 38-й год глазами 38-го года. Потому что Гитлер сейчас это и есть немножко такой мифологизированный персонаж, объект, на которого там валят бездонная такая черная дыра, можно валить. Можно вот рассмотреть, кто и как ему дал власть. Тогдашняя мировая тусовка, политкорректность Версаля и конкретно... Именно умиротворение. Да, конкретно Чимберлин и Доладье. Юрий Васильевич. Вот отвечая на ваш вопрос, почему такая волна развенчания, негистического отношения, да, сейчас, мне кажется, надо учесть ориентацию на западные стандарты. Там очень были, конечно, потрясены тем, что победил на Западе Советский Союз. На это не рассчитывали. Они старались как-то, уже в первые же месяцы старались принизить значение советской победы, украсть эту победу вот в последние дни перед 9 мая. Но самое главное, потом в пропаганде убеждать, что, конечно, решающую роль вся победа началась с 6 июня 44-го года с десанта через Ла-Манш. А до этого шли какие-то локальные бои где-то там в России. Это все не имело особого значения. И вот когда мы стали брать за образец Запад, мы подчинились этой трактовке, что действительно, а что у нас за война-то была? Не самая главная, незаметная такая война, которой, может, даже и надо постыдиться. А вот они, они были победители. Они освобождали Европу и так далее. И они... То есть вот это тоже сыграло огромную роль. Потом и дальше признать, что в советской истории было что-то замечательное, героическое, это значит признать, что в 91-м году, когда прямо растаптывали все советское, это был, ну, мягко говоря, перегиб. И нет, ничего замечательного не было. Победа вопреки Сталину, вопреки командованию, вопреки всему, она случайно нам попала в руки. Арсен Беникович, вот я хочу спросить сначала, но вы потом тоже ответите. А может быть, это делается умышленно? Может быть, необходимо выбить вообще из нас героический дух, победный дух, там, не знаю, имперский дух? Вот в Великую Отечественную войну зафиксировано, насколько я помню, 561 документально подтвержденный таран нашими самолетами немецких. У немцев ни одного. Опять же, случаи героизма, и массового героизма, и такие, как Матросов, Космодемьянский, подтвержденные документально. Но в немецкой армии как таковые отсутствовали. Может быть, вот надо из нас это выбить, чтобы мы были ниже Плинтуса? Вне всякого сомнения это делается умышленно. Вне всякого, потому что я еще по работе в органах госбезопасности, помню, в середине 70-х годов уже был готов план по уничтожению СССР в том виде, в котором тогда существовал. И главное, там внимание уделялось, так сказать, идеологической войне, идеологической войне против Советского Союза. Советский Союз, к сожалению, подписал третью корзину пресловутых хельсинских соглашений, когда открыли, в значительной степени открыли возможности для информационного обмена. В результате оттуда поплыло к нам слишком такое... Мусор. Мусор информационный, мягко выражаясь, если не сказать покрепче. А наша историческая наука не была готова к этой атаке. ЦК КПСС немножко, как говорится, проглядел. Надо было сначала своих подготовить к обороне, а потом уже. Потому что, когда все это поплыло, мы, так сказать, начали обороняться методом железобетонных ударов. А это, как правило, в идеологии не срабатывает. Вот. В идеологии куда более искусственные, так сказать, способы нужны. Теперь, что касается, значит, вот заградотрядов, штрафбатов и прочее. Во-первых, штрафбаты появились, заградотряды появились по просьбе военных. Ни Сталин, ни НКВД, ни НКГБ к этому никакого отношения не имели. 5 сентября 1941 года этот вопрос Еременко, будущий маршал Советского Союза, поставил перед Сталиным. Вот. И с тех пор, так сказать, это появилось. В начале войны заградотряды совершенно другую роль выполняли. Они обезопасивали тыл воюющей армии. Хотя, так сказать, это быстро в один день превращалось из тыла, превращалось в линию фронта. Заградотряды в течение войны никакой такой вот карательной роли не играли. Я лично вот за свою жизнь повидал много ветеранов, и в том числе из органов госбезопасности, и сугубо военных людей, ветеранов. Я никогда от них не слышал, чтобы вот кто-то там зверствовал. Да, говорят, бывали случаи с ТАИ, но зверства они не устраивали. Потому что задача у них была другая. Прежде всего, у них была задача обеспечения безопасности тыла. Тыл обеспечивать, но не стрелять в спину. Вот. Это раз. Далее, я несколько месяцев тому назад, работая в интернете, совершенно случайно выскочил на один сайт, к сожалению, не зафиксировал его. Был поражен огромному количеству снимков различной боевой техники советской, где было написано смерть фашизму за Сталина. Смерть фашизму за Сталина. Или просто за Сталина. За Сталина. За Сталина. Вот это к вопросу о том, ветеранов обвиняют, что они вот, мол, идиоты, они вот с именем Сталина в атаку ходили. Вот пресловутый этот пакт Риббентропа-Молотова. Чем он ужаснее, чем тот же Мюнхенский сговор, чем все договоры, которые были у фашистской Германии со всеми странами. Может быть, это наоборот победа советской дипломатии? Уважаемый Игорь Николаевич совершенно правильно сказал. Западу надо было скрыть подлость 1938 года, подлость Мюнхена. Поэтому они раздули вопрос о пакте, якобы пакте Молотова-Риббентропа. На самом деле, это был всего лишь договор о ненападении между СССР и Германией. Кстати говоря, юридически, юридически, Третий Рейх все-таки оставался Веймарской республикой, между прочим. Юридически. И до 9 мая это было Веймарской республикой. Демократическим государством. Так что, так это для сведения. Вот. Поэтому для них это важнее всего было. Они настолько подло засветились в этом, настолько подло засветились, настолько подло засветились летом 1939 года, когда Советский Союз неоднократно предлагал им заключить соглашение о взаимной помощи в отражении агрессии. Настолько подло засветились, что дальше уж дехать некуда было. Когда война кончилась, начали продолжается уже десятилетиями. Вой насчет этого якобы пакта Молотова-Риббентропа. Да не было пакта вообще. А даже если бы был, а что в нем плохого? Это раз. Во-вторых, никаких секретных соглашений там дополнительных протоколов не было. Это фальшивка. Стопроцентная фальшивка. Вообще развенчание мифов исторических это невероятно интересно. А вот через 20 лет житья при демократах, скажем так, вдруг убедился, что советская версия истории, которую нам в школе преподавали, самая правильная. Ольга, а что я хотела бы спросить? Без сомнения войну выиграл великий советский народ, в который входили все остальные народы как составляющие части. Но хотел бы спросить у вас о роли партии. Ведь народ был и до этого, и после этого. Тем не менее войну мы выиграли. Вы знаете, да. Это тема, которая в последние 20 лет особенно подвергалась каким-то сомнениям. О роли коммунистической партии. Стала не принято об этом говорить, но ведь на самом деле было, и постановления партии, и правительства были, и благодаря им люди действительно совершали свои трудовые подвиги в тылу, если мы сейчас об этом говорим. И то есть от этого нам никуда не деться. Но вот интересно, что вот коллеги говорили по поводу заградотрядов, опять же, да, сколько было сделано той самой партии для того, чтобы, как бы сказать, народ поддержать в этой страшной ситуации. 22 июня 1942 года в Москве открылась очень знаменитая выставка трофейного вооружения в парке культуры имени Горького. Кстати говоря, парк культуры имени Горького, который был открыт перед войной, это было первое в мире вот некое культурное заведение, да, где люди могли и просто подышать свежим воздухом, и одновременно послушать лекцию, и сходить в библиотеку, и сходить на концерт, и на аттракционы, то есть вот в полный, как бы сказать, получить культурный досуг провести очень разнообразно, да. И вот в 42-м году, в годовщину начала войны открывается вот эта замечательная выставка, где собрано вооружение уже действительно со всей Европы. Танки, пушки, самоходы, самоходки, бог знает, чего там очень был, но самое интересное и больше всего привлекает внимание людей, естественно, интендантский отдел. То есть там собрана вот еда немецкая, вот эти вот консерты, из этих баночки, на брюшники из бумаги. Вот люди приходят и начинают над этим смеяться, говорить, боже мой, Германия, страна сплошных эрзаторов. Я это, я почти цитирую по книге отзывов этой выставки. Куда же ты вообще полезла, на что же ты рассчитываешь, как же ты можешь с этими бумажными подбрюшниками победить Россию, куда же ты с этими эрзацами? А один человек, интендант, значит, какого-то приличного ранга, пишет, что он сам лично под ржевом взял склад немецкий, в котором оказалось 200 никелированных наручников с маленькими миниатюрными замочками немецких. И когда они стали допрашивать пленных, тоже взятых там под ржевом, они сказали, что этими наручниками их приковывали тех, кто не хотел стоять на морозе на посту. И говорит, вот жалко, что на вашей выставке нету вот этих вот наручников, потому что тогда бы советский народ понял, с кем он имеет дело, с каким вообще зверем, а не как бы вообще в человеческом обличье. То есть, вот какие-то такие маленькие моменты, они очень ярко раскрывают вообще суть того, что происходило тогда. Игорь Николаевич, ну, знаете, время нашей программы, к сожалению, подходит к концу, и я хотел бы задать, наверное, последний вопрос. Сможет ли наша победа, наша великая победа вытянуть нашу страну из той ямы, в которой мы сейчас находимся? Поможет ли она нам победить повторно, и сможем ли мы опять благодаря ей стать великой державой? Безусловно. Как и греки, на гомеровском эпосе воспитывали там поколение и под подушкой у Александра Македонского кинжал лежал и гомер, другого, если не вдуматься, если вдуматься, нету настоящего источника воспитания, кроме как подлинный героизм, можно даже грубо сказать отцеженный от попсы, от политкорреки, эффектности. У меня вот вертелся, как раз вы задавали вопрос насчет вот пакта, а если бы он и был, безусловно, его подписывали. Смысл его, если дают очередь, это Сталин говорит, что я не буду до последней капли крови защищать Польшу. Забывают, вот такой важный момент, именно в дни подписания только-только добивали японцев, окруженных Халкинголи. Классический второй фронт, который Сталин обязан был как нормальный политик избежать. А вот, чтобы убрать напоследок вот эту попсу, в те времена, когда судили, говорили как дополнительное осуждение, что СССР 17-го числа напал на беззащитную Польшу, на беззащитную границу. И это так, на беззащитную. Ну вот, что получается из бытового, такого, слезливого отношения, если перейти в мир, в войн по политике, то получается замечательный парадокс. А если бы граница была защитная, то это было бы хуже. Тогда бы поляки сказали, да вот мы полармии держали против СССР, поэтому мы так быстро слили, поэтому 16-го числа наше правительство сбежало в Румынию, потом в Англию. То есть, беззащитная, это означает, что СССР не повлиял на ход и исход германо-польской войны. Вот всего лишь. Он взял эти 300, 200, 400 километров границы. Черчилль, человек ориентированный на войну, оправдывает это десятками слов, хотя и жестко критикует по другим пунктам, но говорит, это было совершенно необходимо сравнивать с Первой мировой войной. Это были практически как в шахматах вынужденные ходы. Тарсен Беникович. Был такой превосходный советский дипломат Юлий Квицинский, к сожалению, недавно ушедший из жизни. Так вот, он в своих исследованиях написал потрясающую по своей глубине фразу. Сталин сел играть в преферанс с чертями и в чистую их обыграл. Причем, черти были не только немецкого разлива, но черти были англо-французские и американские. Это была первая победа. И заключением хотелось бы произнести только одну фразу. У нас не 27 миллионов погибло. У нас погибло, судя по современным расчетам профессора Зевского, 16,6 миллиона человек. Это все потери, и потери безвозвратные военные, и потери гражданского населения. Мы так давно, мы так давно не отдыхали, нам было просто не до отдыха с тобой. Мы пол Европы по-пластунски пропахали, и завтра, завтра, наконец, последний бой. Еще немного, еще чуть-чуть, последний бой, он трудный самый, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. Четвертый год, нам нет житья от этих фрицов, четвертый год, соленый пот и кровь рекой, а мне б девчоночку в хорошую влюбиться, а мне б до родины дотронуться рукой. Еще немного, еще чуть-чуть, последний бой, он трудный самый, а я в Россию домой хочу, я так давно. Дорогие друзья, тема совершенно необъятная, и какой аспект не возьми, роль Сталина, структура управления, героизм советского народа, роль партии, можно сделать отдельную передачу, но я что хотел бы сказать, заключение, несмотря на 20 лет шельмования нашей победы, она все равно в народе выжила, и сейчас власти уже вынуждены к ней обращаться снова и снова, чтобы просто как-то повысить свою популярность, ну а я надеюсь, что эта победа, она вытянет, как я уже сказал, нашу страну, и вернет ей былое величие, а с вами была программа «Точка зрения», и я ее ведущий Дмитрий Аграновский. До свидания. Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Субтитры создавал DimaTorzok